Поставьте, пожалуйста, плюсики, если меня слышно. Ура, ура, ура! Всем привет-привет! Я надеюсь, что настроение нашей вот этой вот новой песни, нашим клипам у всех поднялось сразу, да, вспомнили нашу шикарнейшую поездку. И, знаете, вот глядя на все это наше волшебство, да, кажется, ну, во-первых, правда, воспоминания сразу нахлынули, да, как это было классно и здорово. И все-таки как у нас быстро бежит время, друзья, как быстро бежит время. У нас с вами закончился очередной каталог, очередной каталог. И, знаете, наверное, все мы были настолько воодушевлены, да, нашей конференции на таком невероятном подъеме. Во-первых, еще прошли каскады конференции, да, по нашим регионам. И, наверное, все это вместе взятое дало невероятно шикарный результат 16-го каталога. И результаты, правда, шикарные. И, конечно же, мы с Евгением со всех ног, что называется, Друзья, ну что, начинаем? И по традиции мы начинаем с новых статусов. Так, друзья, я пропала или я появилась? Вижу, Ирина пишет минусы. Я пропала? Появилась, все, отлично. Друзья, новые звания Сибири. Итак, встречайте, у нас родился новый серебряный директор. Ура, ура, ура. В нашей команде драгоценных директоров прибыло. И прям вот огромные аплодисменты. Зарванской Марине, город Прокопьевск, Кемеровская область. Марина, это правда, это очень круто. Это очень круто. Это очень круто. Марин, от всей души, от всей души поздравляю тебя с новым, драгоценным статусом. Только вперед, только вместе со своей командой на достижение новых, новых вершин. Марина, рада за тебя вообще просто бесконечно. Поздравляю от всей души. Ну и, конечно же, переходим сразу же к нашим новым директорам. И, конечно же, наша Марина Зарванская серебряным директором стала, ну, не просто сама по себе, безусловно, у нее родился новый директор. Вернее, даже новые директора. И получается здесь семейный контракт. Прокина Светлана и Остапенко Елена. Это директора первой линии у Марины. Девочки, от всего сердца поздравляю вас. Кстати, со Светланой у нас совсем недавно был прямой эфир, да, в рубрике «Знакомьтесь, лидер Суберлик». Вот она, Светлана. Она была тоже у нас на конференции московской. Вот, и девчонки были все на конференции в городе Кемерово. Тоже там зажгли. Поэтому, девчонки, поздравляю вас с таким большим командным успехом, с командным зачетом. Вот, я думаю, что это, ну, все только начинается. Вот так. Так что, да, браво, браво, девочки. Молодцы, невероятные. Ну, а мы с вами идем дальше. И у нас с вами родился новый директор в городе Новосибирске, Телекова Иковал. Вы знаете, вчера Иковал вообще все чаты Новосибирска поздравляли. Не вчера, а вот в понедельник. Просто чаты были все взорваны от поздравлений. Иковал у нас на всех наших конференциях в Новосибирске. И ее, правда, очень поддерживают и на пункте выдачи. И, правда, вот такой результат очень хороший. Она к нам переехала из другой страны, но, тем не менее, уже вот активно, я полагаю, так уже больше года развивает бизнес именно в Новосибирске. И, конечно же, лидеры все ее очень хорошо знают. Поэтому также успехов желаем Иковал. Точно все получится. Новый директор в Алтайском крае, город Павловск, Айрикян, Айк и Мэри. Ребята, ну, вас мы уже поздравляли с быстрым стартом. Мы с новым открытым статусом директор. Браво! Я знаю, что ребята тоже были на конференции в Барнауле вот совсем недавно. Но закрыли статус только сейчас. Поэтому теперь ждем, наверное, следующей конференции, чтобы вас уже тоже торжественно поздравили. Тоже во всех чатах не смолкали поздравления с вашим новым закрытым статусом директора. Поэтому поздравляю вас, поздравляю ваших наставников, безусловно. Поэтому только вперед, только вместе. Друзья, ну, а мы идем с вами дальше. И у нас с вами есть новые звездочки, которые зажглись на нашем небосклоне Фаберлик. Это наши новые открытые статусы. Новые открытые статусы. В городе Бииск, Алтайский край у нас родился новый директор. Открылся, открылся новый директор и сделала на это впервые за Канцева Ольга. Браво, Оля. Только вперед, да, так держать. Вот, поэтому поздравляю от всей души, от всего сердца с новым, с новым шагом. Теперь только напрямую к победе, да, еще семь каталогов и будем поздравлять с закрытым уже статусом. Друзья, ну и в этом каталоге у нас Омск, да. У нас два новых открытых директора из города Омска. И я тоже от всей души поздравляю плохих Юлию из города Омска с открытым званием директор. Юля тоже была на конференции в Москве. Я знаю, что точно зажглась, зажглась, невероятно как, и сделала вот это вот усилие, да, сделала такой рывок и открыла статус директора. Юля, наше поздравление. И еще у нас открылся новый директор Скуратова Татьяна из города Омска. Татьяна, тоже от всей души поздравления принимайте, потому что, правда, это невероятно круто, когда ты открываешь статус директора. Это правда очень круто. Девочки, поздравляю вас от всего сердца. Смотрите, как вас поддерживают вообще все-все наши драгоценные директора, директора, лидеры Сибири и Дальнего Востока. Это ваш триумф, это правда, это ваша победа. Поздравляю вас. Вот, теперь смотрите, как прирастает наша команда. Это правда дорогого стоит. Поздравляю, ребята. Ну, и я передаю слово на Дальний Восток. Евгения, Женя, принимай эстафету. Спасибо. Здравствуйте, коллеги. Приветствую, Мария. Я вас всех от души поздравляю с началом нашего 17-го периода. И пока я свою вступительную часть говорю, прошу вас оценить по традиции качество связи, как меня слышно, все ли хорошо. Я, конечно, от души поздравляю новых закрытых наших директоров, новые звания. Марина, Светлана, Елена, Иковал, Айк и Мэри, и очаровательная такая семейная пара. Я очень рада за вас, вашим результатом, вашим успехом. Действительно, от всей души поздравляю каждого из вас. Конечно, открытые директора Ольга, Юлия, Татьяна. Прям тоже принимайте поздравления от Дальневосточного региона. И, конечно, пожелания вам скорейшего роста и уже закрытых званий. И, как я говорю, поскорее квалификационных бонусов, потому что они всегда очень приятны и очень радуют. Ну и, конечно, хочется поздравить друзья дальневосточников тоже с открытыми званиями. И я от всей души поздравляю свою землячку, хабаровчанку Евгению Мартияненко с открытым званием директором. По итогам 16-го периода, Евгения, наше поздравление. Это команда, хорошо нам знакомым, известным, Марины Андрея Пойловых. Команда растет, директоров становится все больше. И, конечно же, результаты тоже просто великолепные. Поэтому от души поздравляю, желаю скорее закрыть свое директорское звание. Ну и поговорим о новых ступеньках, потому что период, как сказала Мария, действительно был весьма успешный, весьма хороший. И по всем показателям продаж в регионах и Сибири, и Дальнего Востока. И, конечно, у нас большое количество тех наших лидеров, которые впервые вышли на одну из лидерских ступеней. Сейчас будем, конечно, вместе с вами поздравлять их в том числе. Мы с вами поздравляем всегда от ступеньки лидера, от 9%. И посмотрите, какое большое количество, что даже пришлось на слайде немножко поменьше сделать шрифт, чтобы всех увидеть, всех разместить. И давайте, друзья, как всегда, как мы любим, как мы умеем, поддержкой в чате наших новых лидеров по итогам 16-го каталога на Дальнем Востоке мы поздравим. Посмотрите, как у нас их много во всех областях, во всех краях. Это очень-очень-очень приятно и не может не радовать. Это действительно хорошие результаты. Так держать, друзья. Разгоняться под Новый год, под праздники – это всегда легко, всегда здорово. Теперь держать и расти дальше. Только так, никак иначе. Далее, друзья, старшие лидеры – 12%. Тоже у нас есть и в Амурской области, и в Хабаровском крае. Кстати говоря, тоже я смотрю, что есть у нас большое количество лидеров новых, старших лидеров и выше по ступенькам, кто растет у наших директоров Амурской области, которых мы хорошо знаем. И Комсомольска на Амуре. Комсомольск, я за вас вообще очень-очень рада. Я заметила, как у вас растут новые лидеры. Мы прям сильно-сильно ждем, девочки, вас уже на таких драгоценных ступеньках, потому что рост очень классный, очень хороший. И, конечно, к следующей Москве ждем всех наших растущих лидеров на сцене Москвы. Это прям очень-очень рядом. Я уже это чувствую. Дальше, друзья, вице-директора. Посмотрите, тоже у нас растут наши звезды, причем такие звезды, имена которых мне уже знакомы, например, хорошо. Я вижу тут и Марию Бессонову, которую мы с вами тоже хорошо знаем, Иркутская область. Посмотрите, и Сахалины, Хабаровский край опять же. И опять же, я вижу тут под нашими комсомольскими лидерами тоже растущие вице-директоры. Слушайте, ну вообще молодцы, прям так классно, так радостно за вас. Давайте, обязательно передавайте поздравления нашим своим новым вице-директорам и, конечно, наши пожелания невероятного роста, такого успеха, таких классных результатов. И следующая осень, Москва, это 100%. Дальше. Старший вице-директор тоже у нас в Хабаровском крае, Утюжникова Галина. И тоже от души я поздравляю, конечно, с этой ступенькой, друзья. Ну и передаю слово в Сибирь. Там тоже очень-очень много, кого и поздравить. Да, девочки, всех поздравляю, правда, с выходом на новую ступень, на новую ступень маркетинг-плана. И еще раз повторюсь, потому что, правда, этот 16-й каталог, он был какой-то прям бомбический. Был невероятно крутой, яркий, красивый. И это вот прям подтверждает все наши новые статусы, да, и их количество. Вот, и посмотрите на ступенечку лидер на 9%, сколько человек шагнули в сибирском регионе. И это, правда, дорогого стоит. И Алтайский край, Красноярский, Новосибирская область, Омская, Республика Хакасия. Это лидеры, которые впервые, впервые за всю историю, да, как они в компании сделали этот первый шаг. Это круто, браво, молодцы. Ну, а мы с вами идем дальше. Старший лидер, 12%. И также от всей души поздравляем лидеров, которые впервые сделали и шагнули на эту ступень. Алтайский край, да, Красноярск, Новосибирск, Омская область, Хакасия. Я поздравляю, ребята, вас с этими шагами. Браво, ой, классно, сердечки летят. Это вообще красота какая. Здорово. Ну, и, конечно, особые, наверное, поздравления те, кто уже дошел до половины, до середины пути к директорству, да. Это уже прям вице-директор. И это вот на самом деле звучит гордо. Друзья, поздравляю. Вы это сделали. Вы впервые шагнули на эту ступень. И уже вам осталось еще полшага до директорства. И это, правда, круто. Красноярский край. Вентайкина Наталья, Капитонова Анастасия и Алтайский край. Бухарова Анастасия. Поздравляю вас, девочки, с этим шагом. Браво. Друзья, и у нас целых три старших вице-директора. Три старших вице-директора. Кто впервые вышел на 2000 баллов. И это, правда, дорогого стоит. Обратите внимание, Алтайский край. Два человека. Молодцы, девчата. Бичина Татьяна, Шитова Наталья. И Новосибирская область. Ниозова, Дилбар. Так что, вот, девчонки, молодцы. Так держать до директорства. Совсем-совсем немножко. И будет, конечно, здорово, если вы сделаете себе такой новогодний подарок. И до конца этого года все-таки откроете статус директора. Поздравляю вас от всей души, дорогие коллеги. Ну, а сейчас мы, знаете, переходим с вами к рейтингам. Потому что все уже, наверное, знают, да, что новый статус. Чтобы сделать новый статус, безусловно, что надо делать? Рекрутировать. Правильно, потому что чем больше людей в нашей команде, в вашей команде, да, в команде директора, тем быстрее, да, тем быстрее статус можно закрыть, да, в команде лидера, если, чем больше людей. Но когда ты рекрутируешь не сам в одиночку, а рекрутируешь вместе со своей командой, вместе со своей личной группой, да, твои лидеры делают ровно то же самое, что и делаешь ты, когда ты их мотивируешь, вовлекаешь во все это, вовлекаешь в этот движ, вовлекаешь в рекрутинг и вместе приумножаешь свою команду, то, конечно же, статусы растут гораздо быстрее. И, друзья, мы вам подготовили сегодня такие рейтинги, рейтинг по рекрутингу, здесь именно рекрутинг в личной группе, и здесь рейтинг именно директоров. Хочу сказать, почему здесь у нас есть звание текущий период, то есть 16-й и закрепленный, чтобы здесь можно было посмотреть, насколько может вырасти статус, если вы классно и хорошо рекрутируете, друзья. Поэтому обратите внимание, я от всей души поздравляю с первым местом Раджаба Вусаиду, это партнер Новосибирская область, и только в ее личной группе, не во всей структуре партнера, а только в личной группе. У Саиды прибавилось, видите, сколько регистраций и новичков заказов с заказом 113 человек. Дальше. Жалдонова-Сыргуль, тоже, кстати, Новосибирская область. Закрепленный статус директор, но уже открыт старший директор. Коллеги, посмотрите, да, что делает рекрутинг животворящий, открываются новые статусы, да, то есть она активно идет к старшему директору. И смотрите тоже, насколько у нее прибавилась команда. 59 новичков с заказом, и это только личная группа. Обратите внимание, и Кромова-Парвина, это наша Кемеровская область, тоже у нас звездочка такая есть. Старший директор закрепленный, уже открыт у нее золотой, она второй каталог держит, в прошлом мы ее поздравляли с открытым золотом, да, второй каталог она держит золото. И смотрите, насколько растет ее команда, как быстро, да, они рекрутируют, и только у нее в личной группе 49 новичков с заказом, да, не считая тех уже троих выделенных директоров под ней. Ее команда сюда не входит. Дальше смотрите, Мухадиса Бабахомова, тоже Новосибирская область, еще нет у нее закрепленного статуса никакого, но она уже открытый старший директор. И посмотрите также, как она активно рекрутирует, не только сама, а вместе со своими лидерами. Поэтому, друзья, обращаем внимание прямо на эти показатели очень активно, да. Смотрите, дальше опять у нас Новосибирская область, это Телекова Иковал, и сегодня мы ее уже поздравили с новым статусом директора. Я так думаю, что Иковал так замотивирована уже, да, у нас наша звезда Новосибирская, потому что и новый статус сегодня она получает, да, по итогам 16-го каталога. И смотрите, как здорово она рекрутирует вместе со своей командой. Вот, и поздравляем Суркову Ирину, старший директор Алтайский край, тоже с великолепным рекрутингом. Вот, друзья, это лучшие рекрутеры по итогам 16-го каталога, вернее, наставники по рекрутингу, которые вместе со своей личной группой рекрутируют и приводят новичков именно с заказом. И смотрите, обратите внимание, почему у нас три последних столбика выделены голубеньким цветом, да, то есть здесь у нас первая голубенькая, да, рейтинг по количеству регистраций, да, кто у нас на каком месте по количеству регистраций. Но у нас же еще с вами очень важна конверсия, да, сколько же человек из зарегистрированных сделал заказ. И вторая наша колоночка, это рейтинг по количеству новичков именно с заказом и уже завершающий столбик, где мы суммируем первый и второй рейтинг, да, чтобы понимать, кто же у нас выходит на первое место и по обоим показателям. Ну вот, я надеюсь, вам этот рейтинг понравился. Если понравился, мы будем его продолжать и сделаем такое соревнование по рекрутингу, потому что это, правда, очень важный бизнес-показатель, который напрямую влияет на рост в структурах, прям вот напрямую и непосредственно. Да, друзья, правильно? Все, ну, идем дальше, идем с вами дальше. Жень, передаю тебе слово. Да, спасибо огромное, коллеги, надеюсь, слышно меня. И, конечно, хочется показать тоже рекрутеров, лучших рекрутеров Дальневосточного региона. Также, да, обращу ваше внимание, что, в принципе, табличка построена таким же образом, как комментировала сейчас Мария. У нас есть по каждому рекрутеру общее количество регистраций за период и также соседняя колонка с количеством регистраций. Это количество, ну, как получается, конверсия, да, количество новичков с заказом. То есть мы видим, сколько, какое количество из зарегистрированных у нас были с заказом. Конечно, оба показателя очень важны, потому что, собственно говоря, чем больше, да, мы делаем регистрации, тем больше у нас получается новичков с заказом. Вот, поэтому, друзья, смотрите, анализируйте, да, ну, а у нас рейтинг составлен такой по суммарному, да, общий рейтинг по двум показателям и по общему рейтингу выстроены у нас топ-5 в регионе. Ну, понятно, что у кого-то, может быть, на одном месте могут быть два человека, да, и поэтому тут больше, чем пять человек у нас на слайдике, но, тем не менее, это топ-5. И на первом месте у нас в Иркутской области есть наш старший директор Алексеева Валерия. Она большая умничка, она, конечно, всегда у нас и в драйве на первых местах, и вообще человек очень хорошо растет, раздобивается, много работает и, конечно, работает над своей структурой в том числе. Прошу прощения. Далее у нас Марина Пойлова, закрепленное звание Серебряный директор и Открытый Рубин по итогам 16-го каталога. Смотрите тоже, какое огромное количество у Марины и Андрея регистрации, да, 762 новых консультанта, 762 новичка было в 16-м периоде. Далее у нас идет Альбина Маринина, Забайкальский край, дальше у нас опять продолжает наш рейтинг Иркутская область Баяглиева-Гульмира. Далее у нас Приморский край, Плотникова Марина и также пятерку, топ-5 на пятом месте, да, у нас два человека, это Марина и Елена Гладских тоже. Поэтому, друзья, аплодисменты, конечно, вы большие молодцы, это лучшие рекрутеры в 16-м каталоге по Дальневосточному региону и так держать, друзья, конечно. Ну, а всем остальным желаем сейчас вот такой хорошей мотивации, действительно, в дальнейшем тоже усиливать свой рекрутинг, который, как Марина сказала, животворящий, действительно, основа стеолога бизнеса. Поэтому сейчас очень огромное количество людей в окружении, действительно, задают вопросы, интересуются и есть такой неподдельный, реальный, настоящий интерес к Фаберлик. Ну, к бизнесу вообще-то, конечно, придется поработать, но к продукции совершенно точно, потому что хочется покупать наш продукт всем, это так. Ну что, продолжаем дальше, да, это еще у нас сегодня не последний рейтинг, думаю, что нам еще много кого предстоит поздравить. Я возвращаю слово в Сибирь, будем говорить про вид консультантов. Да, друзья, у нас, знаете, этот год, он начался под таким девизом, лозунгом, да, под такой, ну, вот то, что будет двигать и сопровождать нас на протяжении всего года, это люди, которые вдохновляют. И, конечно же, я думаю, что многих из вас, безусловно, вдохновляют ваши вип-консультанты, это безусловно. И, конечно же, чем больше их у вас в структуре, в каждой директорской структуре, тем, безусловно, крепче команда, крепче результат, да, директорский. И, друзья, давайте сегодня тоже об этом поговорим. И сделали такой рейтинг территорий по количеству вип-консультантов. Ну, смотрите, здесь не просто рейтинг, да, кто самый молодец, да, по вип-консультантам, но здесь еще мы сделали с Евгенией как раз-таки население наших территорий, да. Ну, и давайте посмотрим на Сибирь. Безусловно, у нас самая огромная территория, это наш Красноярский край, это почти 3 миллиона населения, да, 2 900 практически, и самое большое количество вип-консультантов в Красноярском крае. А вот, следующее, это Новосибирская область. Разница, ну, я бы не сказала, что особо большая, да, по населению, но обратите внимание, что Новосибирску есть. Новосибирская область отставание по вип-консультантам такое прям приличное, да, поэтому это тоже вот есть на что равняться. Дальше, самое третье по численности населения, это Кемеровская область, и она, обратите внимание, тоже очень огромных размеров Кемеровская область. Но, если мы переведем свой взгляд на табличку с вип-консультантами, то на третьем месте вовсе не Кемеровская область, а Алтайский край. И, простите, дорогие мои кемеровчане, да, но Алтайский край вас как стоячих обогнал по количеству вип-консультантов. Поэтому смотрите, равняйтесь, вот. Алтайский край 2 миллиона с небольшим хвостиком, да, и они практически догоняют, между прочим, Новосибирскую область по количеству вип-консультантов. Поэтому, друзья, ну, вы понимаете, да, вип-консультанты, как говорит, кстати, Татьяна Казакова, это наш золотой фонд, золотой фонд структур, поэтому здесь вот есть над чем поработать. Вот, Алтайский край, да, на четвертом месте, на третьем по випам. Идем дальше, Омская область, да, миллион 800, почти тоже 2 миллиона, и тоже, видите, количество вип-консультантов. Так что, друзья, вот, вот такие сделали вам таблицы. Хакасия, 95 вип-консультантов, ТВА-35 и Республика Алтай, она у нас самая маленькая, 19 вип-консультантов. Ну, кстати, Республики Алтай тоже, если посмотреть на ТВУ, то тоже можно подрастить, да, еще чуть-чуть вип-консультантов. Поэтому очень хорошие таблички, есть с чем поработать, есть на что обратить внимание, поэтому, друзья, вот такие сделали еще в этот раз цифры вам. Ну, и, конечно же, сделали рейтинг директоров по количеству вип-консультантов в личной группе по 16-му каталогу, да, у нас же каждый каталог разная история, да, это у нас с вами как новая жизнь, новый каталог. И, друзья, вот смотрите, здесь мы сделали рейтинг, также вы видите здесь звание в текущем каталоге, то есть в 16-м и закрепленное звание. И сразу хочу сказать, что в этот рейтинг попадают только те директора, которые либо выросли в текущем каталоге в статусе, либо не упали, да, где закрепленное равно текущее. Если здесь статус упал, то здесь уже сложно посчитать, кто к вам, кто из директоров упал вам в личную группу и кого надо как отнять, и, ну, это уже невозможно сосчитать технически, да, нашими отчетами. Поэтому в этом рейтинге участвуют только те директора, у которых текущее звание соответствует закрепленному, либо оно выше, да. Соответственно, вот смотрите, наш рейтинг. Раджабова Саида на первом месте, 76 директоров у нее в личной группе. И, знаете, друзья, тоже здесь хочу сразу сказать нюанс. У нас буквально совсем недавно была конференция в Новосибирске, и Саида у нас была в рейтинге первая, у нее было 96 ВИПов в личной группе. И здесь, я думаю, у всех, кто был на конференции в Новосибирске, появится вопрос, а почему у Саида-то, куда делось 20 ВИП-консультантов? Ответ на поверхности. Потому что по итогам 15-го каталога у Саиды было 24 директора в первой линии, а по итогам 16-го каталога у нее прибавилось 2 директора у Саиды. У нее 26 директоров в первой линии. Соответственно, эти ВИП-консультанты тоже, ну, как бы, выскочили из ее личной группы вместе со своими директорами. Вот, поэтому вот такой вот прекрасный результат. Второе место. Татьяна Казакова, бриллиантовый директор. 53 ВИП-консультанта, это только личная группа. Друзья, вы понимаете, это без учета директоров, да, это только личная группа. Ашифина Наталья, 31. Наташа, шикарнейший результат, круто. Ример Мария, Алтайский край, 24. Вахольская Елена, Алтайский край, тоже 24. То есть у нас получается 2 четвертых места. И Волобуева, Оксана, город Омск, 23 ВИП-консультанта в личной группе. Браво! Ну, я думаю, здесь, ребята, очень просто посчитать, сколько эти ВИП-консультанты товарооборота принесли, да, баллов, вернее, баллов в личную группу. Только в личную, не в групповой объем, а в личную группу директора. Поэтому, друзья, браво, вы молодцы, равняемся на вас и идем дальше к следующим рейтингам. Ну и, конечно, очень классно, что в ваших командах и в команде, в наших общих больших командах прибывают и прибывают ВИП-консультанты. И они пополняют наши ряды. И это прям дорогого стоит. И, конечно же, с особым, вот я не знаю, с особыми аплодисментами поздравляем тех, кто уже год, да, вот по итогам 16 каталога, вы ровно год на протяжении 18 периодов делаете этот ВИП-стаж. Браво, молодцы. Друзья, обратите внимание, опять-таки, сколько здесь, половина списка Алтайского края. Сибирь, любимая моя Сибирь. Алтайский край полсписка. Красноярский край тоже молодцы. Новосибирская область, Омск, Томск. Вот такая вот картина. Идем дальше. И, конечно же, с особым вниманием хочется отметить наших драгоценных, кто уже перешел на драгоценный уровень ВИП-консультанта. Браво, молодцы. От всей души поздравляю наших серебряных ВИП-консультантов. Смирнову Ирину, Шаматурин Евгений, Трофимова Ольга, Карелина Ольга, Петракова Елена, Ветерникова Ирина. Браво. Золотые ВИП-консультанты. Польшакова Ирина, Кабдрашеева Саулия, Гуменюк Наталья. Рубиновые ВИП-консультанты. Нилова Людмила, Даровских Светлана, Параева Марина. И бриллиантовые ВИП-консультанты. Это Савельева Альбина и Ерохина Александра. Браво. Браво, браво, браво. И у нас родился новый трехсотник ВИП-300 в Омской области. Индюкова Татьяна. Браво. Молодцы. Поздравляю за ваше постоянство, за вашу невероятную преданность компании, за любовь к продукту Фаберли. Мы гордимся вами. Это правда честно. Жень, передаю тебе слово. Да, спасибо огромное, Мария. Сейчас вот тоже слушаю, смотрю на вот эти буквы ВИП. Вспоминаю, как у вас, по-моему, в одном из роликов по мероприятиям, проведенным, прям тоже такие красивые буквы. Наверное, мы сегодня еще увидим. И сразу, правда, ассоциация вот такая, что что-то такое большое, что-то очень значимое. Насколько действительно это почетно быть ВИП-консультантом, дорогие друзья. И, конечно, действительно ориентируйте на это свои команды, держать ВИП-статус. Вот обязательно, обязательно. Ну и тем более, когда мы сегодня уже говорим о том, что насколько это сильно дает общий прирост команде, насколько это дает уверенность и стабильность, и рост, естественно. Поэтому работайте с ВИП-консультантами, чтобы были в драйве, были в программе ВИП, конечно, получали за это массу привилегий. Ну что, посмотрим на Дальний Восток, да, и тоже посмотрим на наши таблички. Вспоминаем нашу географию, вспоминаем нашу территорию. Давно мы не говорили о том, какое количество населения проживает на территориях региона. И вот, наверное, конец года, хорошее время действительно вернуться к этому разговору. Какие у нас территории, какое место занимают по площади Дальневосточного региона, по количеству проживающих людей. И посмотреть, конечно, тоже количество ВИП-консультантов на территориях. Это тоже очень интересно. Итак, ну, у нас самая большая Иркутская область, в которой 2 миллиона, практически 350 тысяч человек проживает. И по количеству ВИП-консультантов тоже Иркутская область у нас на первом месте. Ну, далее, да, тоже идет у нас Приморский край. 1 миллион, 1 миллион 821 тысяча человек проживает. В целом на территории Приморского края по количеству ВИП-консультантов. Приморья у нас тоже на втором месте. 309 ВИП-консультантов на территории Приморского края по итогам 16-го периода. Сюда вошли, друзья, все ВИП-консультанты. Не только от ВИП-18, но и даже те, кто первый раз делал свой ВИП с объемом ВИП. И даже баллов личного объема. Поэтому тут вообще все-все-все в этой пабличке указаны. Далее идет Хабаровский край. Хабаровский край и Хабаровский край идет по количеству ВИП-консультантов. Такое количество, как и в Хабаровском крае, такое же количество ВИП-консультантов у нас на территории Забайкалия. Хотя тоже, если посмотреть по населению, то Забайкалия сильно меньше, чем остальные. Поэтому тоже забайкальцы вы молодцы. С ВИП-консультантами вы работаете действительно сильно и давно. Поэтому тоже, конечно, мои поздравления именно Забайкальскому краю за результаты. Далее у нас идет, по количеству у нас идет за Хабаровском. Это у нас Саха-Якутия наша далекая. Но по количеству ВИП-консультантов, конечно, видно, что у нас территория республики Саха-Якутия. Она там ближе уже к концу таблички. И это, получается, у нас восьмое место. Поэтому есть, конечно, над чем поработать тоже в Якутии. Далее у нас идет, ну, про Забайкалье поговорили. Дальше у нас идет за Забайкальем вслед Бурятия. Но по количеству ВИП-консультантов Бурятию опережает у нас и Амурская область, и Сахалинская область. Друзья, Бурятия, конечно, есть тоже над чем работать. У вас большая сеть, у вас большое количество директоров, хорошие команды. Поэтому давайте, укрепляйтесь количество ВИП-консультантов, чтобы у вас, конечно же, было больше. У нас маленькие, небольшие территории по количеству населения. Это Сахалинская область и Камчатский край. Да, действительно, на Камчатке и ВИП-консультантов тоже немного. Ну, а Сахалин, конечно, хочу похвалить. По количеству ВИП-консультантов вы молодцы. Да, то есть сильно опередили и Бурятию, и Якутию. И, в общем-то, даете хорошие результаты. Смотрим дальше, друзья. Теперь посмотрим, да, рейтинг директоров по количеству ВИП-консультантов в личной группе. Ну, и у нас составлен топ-5. Имен, конечно, больше, чем 5, потому что некоторые имеют равное количество ВИП-консультантов в личной группе. И, соответственно, они занимают какую-то одну ступеньку рейтинга. Вот, давайте посмотрим сейчас повнимательнее на слайд. У нас на первое место вышла Татьяна Проценко. Это Забайкальский край. 27 ВИП-консультантов в личной группе. Далее у нас идет с количеством 26 консультантов в личной группе. ВИП-консультантов в личной группе. Алиса Белова, это Хабаровский край. Светлана Островская, Лим Татьяна и Бондаренко Татьяна. У нас третье место, хорошее место рейтинга. Тоже такую ступеньку разделяют. Вы тоже большие молодцы. 25 ВИП-ов в личной группе. Это хороший результат. Далее у нас идет с количеством 24 ВИП-консультанта. На ступеньке четвертого места. Это Светлана Пономарева и Фатеева Виктория. И замыкает наш топ-5. Это Ирина Монташова. Приморский край с количеством 23 ВИП-консультантов в личной группе. Такие у нас итоги 16-го периода нашего. И, конечно же, поздравления нашим топ-5 по рейтингу директоров, по количеству ВИП-консультантов в личной группе. Аплодисменты, друзья. Так держать. И теперь посмотрим мы с вами на наших консультантов, ВИП-консультантов, которые впервые пришли к результату ВИП-18. И дальше посмотрим с вами драгоценный ВИП-стаж, конечно же. Ну вот, начинаем мы, как всегда, традиционно с ВИП-18, кто впервые пришел к этому результату. И, конечно, мы хотим особенно громко всегда поздравлять этих людей. Потому что это целый год, это уже основательно, это уже результат, это уже стабильность. Правда же, целый год эти консультанты выполняют личный объем 100 баллов. И это, конечно, уже, я считаю, что большое достижение и наши особые поздравления. Друзья, это вот и в Амурской области, и в Забайкале у нас есть такие консультанты, и в Иркутской области есть несколько консультантов. Посмотрите, и Приморье, и Сахалин, и Хабаровский край. Наши поздравления вам, дорогие друзья. Ну и наши ВИП-консультанты уже, что называется, драгоценного уровня. Это уже совсем-совсем, конечно, высокие ступени. Это уже огромное количество беспрерывного участия в программе ВИП. Это серебряные, золотые, рубиновые, бриллиантовые ВИП-консультанты. Такие названия красивые у этого стажа. И, конечно же, хочется тоже красиво, громко аплодировать, поздравлять вас и просто искупать вас в нашем признании, наших овациях. Ну, овации громкими не получится, потому что у нас вебинар онлайн, но я думаю, что каждый из вас все равно сейчас получит такую порцию хорошего тепла, признания, восхищения, благодарности за, конечно, ваш новый ВИП-стаж, который по итогам 16-го каталога вы пришли впервые. Итак, наши новые, друзья, серебряные ВИП-консультанты. Это Пономаренко Ирина, Забайкальский край. Я аплодирую за всех. За Сибирь, за Дальний Восток. Татьяна Федорович, это Сахалинская область. Хабаровский край, Наталья Забайдулина. Это наши новые серебряные ВИП-консультанты. Дальше, друзья, золотые ВИП-консультанты. Елена Гуричева, Иркутская область. Браво! Татьяна Карпова, Республика Гурятия. Друзья, вот хорошо вас знаю. Такие знакомые имена, так здорово. Всегда очень душа радуется. Дальше, друзья, Рубиновые ВИП-консультанты. Татьяна Нарышкина, Забайкальский край. Кузнецова Татьяна, Забайкальский край. Инга Осокина, это Республика Бурятия. Бочкарева Марина, это Республика Саха-Якутия. Анна Москвитина, Хабаровский край. Злобина Александра, это уже у нас бриллиантовый наш ВИП-консультант. Это наша Камчатка. А такие территории, такие места, далекие, холодные, но безумно красивые, безумно любимые. Конечно же, друзья, там живут самые наши лучшие консультанты со своими горячими сердцами, которые действительно с любовью, с таким, не знаю, с таким особым отношением всегда рассказывают о продукции Фаберлик, о нашем бизнесе, о нашей компании. И, конечно же, у них огромное количество покупателей, команды, конечно, такие высокие, хорошие статусы, звания в командах. Поэтому, друзья, огромные вам бурные аплодисменты и, конечно, наше признание. Ну и у нас тоже, как и в Сибири, появился один ВИП-консультант, который вышел на ступеньку 300, 300 периодов беспрерывного участия в ВИП-программе. Это в Забайкале у нас есть Ольга Мелькина, и, конечно, мы тоже ее поздравляем. Я же говорю, Забайкалья очень любит ВИП-программу. Вот, действительно, с тех самых пор, да, как мы стали вместе, да, действительно работать, и появилось у нас объединение компаний давно-давно-давно. И ВИП-программа, конечно, она действительно дает огромное количество возможностей, эмоций. И еще раз, да, возвращаясь к тому, что это классные результаты командного роста. Поэтому вот об этом обязательно нужно разговаривать с своими консультантами и ориентировать, как это происходит в Алтае, ориентировать, конечно, все команды, чтобы ВИП-консультантами были все, и тогда будут классные результаты. Ну а мы продолжаем, да, и, конечно, ВИП у нас теперь с четвертого каталога текущего нашего года. Это неразрывная связь такая с программой Faberlic Drive, с нашей платформой новой, которую мы все обожаем, любим. И, конечно, все с огромной радостью и таким хорошим соревновательным духом принимают участие во всех активностях и возможностях программы Drive. И у нас, как всегда, большое количество наших консультантов Сибири и Дальнего Востока вошли в рейтинг топ-100 именно на платформе Drive топ-100 вип-консультантов России. И давайте посмотрим. Сегодня мы подводим итоги по периоду 16, да, так как у нас стартовал новый сезон, и первый период нового сезона завершился. Поэтому по этому периоду мы смотрим наши результаты. Ну что, поехали. Конечно, хочется всех поименно поздравить, почестовать и громко прошу тоже всеобщей такой поддержки, смайликами, аплодисментами, окошком в чате. Радуемся за наших, радуемся и гордимся, друзья. Потому что это гордость Сибири и Дальнего Востока, наших консультантов, которые у нас вошли в рейтинг топ-100. Итак, поехали. Казакова Татьяна стабильно, да, на верхних позициях рейтингов. Алтайский край, Татьяна, аплодисменты. Алена Штергель, тоже Алтайский край. Алексеева Валерия, Иркутская область. Казакова Ирина, Алтайский край. Сильверстова Елена, Новосибирская область. Царенко Галина, Новосибирская область. Фатеева Виктория, Хабаровский край. Щербинина Полина, Новосибирская область. Шавель Анна, Иркутская область, Шкурихина Татьяна, Алтайский край опять, Ашифина Наталья, Новосибирская область, как много Новосибирской области Алтая у нас в этот раз, Алиса Белова, Хабаровский край, Тырышкин Владимир, Алтайский край, Гаврилова Зоя, Забайкалья, Валентина Чернышева, Томская область, Сайора Хойлова, это Магаданская область, впервые в нашем рейтинге, Валентина Вильман, Алтайский край, Елена Синашева, Красноярский край, Наталья Кудря, Приморья, Асан Максим, Забайкальский край, Наталья Отверченко, Приморья, Антонина Копылова, это Красноярский край, Пустильник Светлана, Чукотский автономный округ и замыкает наш Сибирь и Дальний Восток в рейтинге топ 100 России, Алтайский край, Альжанова, Любовь. Ура, друзья, вас очень много, и это, конечно, радует, радует меня, радует, безусловно, Марию всегда, да, такое чувство, что очень много, прям больше всех Сибири, Дальнего Востока представлено именно в этом рейтинге, действительно, большие молодцы. Мария, если скажет пару слов, потому что я так забрала тебе. Да, Жень, ты объявляешь, а я сижу хлопаю, тоже хлопаю, понимаешь? Это было включить звук и хлопать громко. Потому что, правда, да, такие молодцы, молодцы, это просто не передать, это, правда, классно. Единственное, у нас Ирина Казакова, она у нас Новосибирская область, здесь она у нас Алтайский край, ну, ничего страшного. Это команда Алтайская, но, как бы, территориально у нас Ирина Казакова, Новосибирская область. Друзья, я вас вот от всей души поздравляю, потому что вы мега крутые в топ-100 России, это, правда, очень круто, и реально нас очень много, и это здорово. Поэтому так держать, и, я думаю, пополнять, давайте пополним еще вот эту сотню, в конце концов, да заберем вообще всю сотню себе сюда, на Дальний Восток, Сибирь, правда же? Мы же это сможем сделать. Ну что, однозначно сможем, ну что, теперь посмотрим, да, посмотрим, наверное, давайте по территориям тоже топ-3, да, кто у нас по итогам 16-го периода такие лучшие, да, тройки, лучшие консультанты на каждой территории нашего региона. Итак, ну давайте тогда начну, да, раз у нас на слайдах с Дальнего Востока, и дальше уже Мария расскажет про Сибирь. Итак, Иркутская область, у нас Алексеева Валерия, Анна Шавель и Светлана Скороход. И также, да, у нас на слайдике выделены цветом, это золотое такое серебряное и бронзовое место, это у нас топ-3 в регионе. Валерия Алексеева у нас на первом месте в регионе Дальний Восток, дальше идет Виктория Фатеева по итогам 16-го каталога, это Хабаровский край, это второе место. И Анна Шавель, это третье место на Дальнем Востоке по итогам 16-го периода. Итак, Хабаровский край, да, тройка лучших. Виктория Фатеева, Алиса Белова и Надежда Слюзина. Друзья, Комсомольск-Николаевск, большой вам привет и, конечно, поздравления, отдельные поздравления и аплодисменты. Далее, Приморья, Наталья Кудря, Наталья Отверченко и Мария Плотникова. Забайкальский край, Зоя Гаврилова, Максим Асан, Ирина Шемякина. В Бурятии, Инга Осокина, Татьяна Помулева и Наталья Саранчина. Амурская область, друзья, Марина Гусева, Татьяна Касьян и Марина Мушланова. Вот вижу эти фамилии, кстати, не первый раз сегодня в Амурской области, потому что девочки были точно, совершенно помню, в ступенях. Это значит, что Анжелики Бараник растет в команде. Молодцы. Чукотский автономный округ. Это Сайора Холова, Екатерина Протасова и Тамара Крылова. Друзья, вот такие результаты по Дальнему Востоку. Давайте смотреть Сибирь. Да, друзья, поздравляю вас с отличным результатом в рейтингах по Драеву. Ну и, конечно, переходим к поздравлениям Сибири. Алтайский край. Браво, молодцы, ребята. Хорошо начали четвертый сезон. Хорошо в него зашли. У нас первый каталог этого четвертого сезона. Но давайте посмотрим третий сезон победителя розыгрыша подарка. Сколько же призов забрали в Сибири, Дальний Восток по итогам вот этого розыгрыша. Поздравляем, безусловно, всех победителей. Потому что, смотрите, сколько подарков у нас. Обучение от бизнес-тренера получили только наши сибиряки и дальневосточники. 1256 консультантов, которые участвуют в ВИП-программе. Представляете, друзья? Это только Сибирь и Дальний Восток. Браво, столько призов. 188 пылесосов ушло в Сибирь и Дальний Восток. Мне кажется, вот пылесосы мы практически все сюда забрали. Нам больше всех надо пылесосить. Посуду от Поберлик. 97 денежных призов забрали 626 консультантов по 300 рублей. И это, правда, очень классно. Все списки победителей есть. Безусловно, это все есть еще и в ваших отчетах. Да, и все эти люди-победители отдельно выделены. И вы можете в своих отчетах их посмотреть. И еще разочек напомнить и поздравить. Друзья, ну и переходим к четвертому сезону. Да, уже первый каталог четвертого сезона у нас закончился. Да, и давайте посмотрим. Период действия это с 16 каталога этого года по первый каталог включительно следующего года. Ну, условия простые. Выполнять 100 баллов, зарегистрироваться на площадке Drive и участвовать во всех активностях. Да, в челленджах, в событиях, в постах и так далее. Да, и безусловно, каждый каталог есть и бесплатная доставка, и подарки, да, при покупке определенной продукции и так далее. То есть здесь вы получаете подарки и просто участвуя дополнительно, да, к своей вип-программе, просто участвуя в Drive. Но еще и можете выиграть. И, как вы видите, сколько людей выиграли у нас всего, да, по итогам розыгрыша. Вот, главное о новом сезоне, да. Бизнес-обучение теперь доступно для всех участников программы. И скоро она ждет. Смотрите, что ждет участников Drive. Обучение по оформлению страниц в социальных сетях для увеличения дохода. То есть это для всех участников Drive, друзья. И это самое, ну, понимаете, да. Кто у вас вдруг еще не доделал 100 баллов, пусть доделывает. Заходит на платформу Drive и берет еще и вот такие прекрасные обучения. Дальше. Подробности и особенности работы с ботом. Искусственный интеллект для создания уникального контента. И здесь тоже, смотрите, будет ведущий Данил Семин, руководитель направления по внедрению искусственного интеллекта в Faberlic. Так что, друзья, это будет тоже очень интересно. Да, кстати, по соцсетям будет вести Екатерина Беспяток. Вы ее тоже все прекрасно знаете. Она, ну, реально очень, очень хорошо в этом, сильна в этом плане. Поэтому, конечно, подключайтесь, кто еще не подключился к Drive, включайте в него своих консультантов, потому что обучение будет кайфовое. Да, и это только для участников Drive, потому что здесь непосредственно мы с вами заходим в соцсети. Да, здесь для нас и этот бот, искусственный интеллект, может помочь написать посты. Здесь реально быть в Drive сейчас гораздо проще, да, чем было, наверное, в самом начале, как только мы в него заходили. Вот, поэтому активно продвигаться в соцсетях, рекрутировать, подписывать потребителей, продавать продукт, это реально сейчас намного проще, находясь именно в Drive. Поэтому рассказывайте об этих возможностях своим людям, своим консультантам и, конечно же, желаем вам грандиозных успехов именно в этой программе. Ну и, собственно говоря, в бизнесе, потому что VIP это наш золотой фонд. В 16-м периоде также участников ждут акции «Двойные драйвы» за покупку новой детской косметики. Ой, это вообще просто потрясающая косметика. 30 драйвов за покупку артефакта, да, аромата. 50% скидка на аромат из восточной коллекции, поэтому, девочки, 50% еще скидка на вот эти ароматы, просто то, что вы находитесь в Drive. Но это же тоже круто. Криосферы для лица в подарок при покупке двух средств, да, то есть уже вот мы это в 16-м каталоге сделали, и сейчас вы эти криосферы получаете в подарок. Да, это все прошло, да, это то, что вы получаете в 16-м каталоге, уже все это пройдя. Поэтому обязательно все эти подарочки забирайте. Так, идем дальше. Розыгрыш призов по итогам четвертого периода. Faberlic Drive по итогам четвертого сезона, прошу прощения, что нас ждет, да. Ну, по итогам четвертого сезона уже тоже многое про это говорили. У нас будет три приза. Это, наверное, самые главные три приза по 500 тысяч рублей, да, поездка в Индию на двоих. Наборы текстиля для дома, 100 штук, тостеры, блендеры и сертификаты на 300 рублей. Конечно, это все нас ждет уже в следующем розыгрыше, поэтому активно участвуйте, продвигайте, и всем желаю победы. Вот, друзья, ну, а у нас с вами идет проект, который называется «Покураж от продаж». Я приглашаю Лену Сильверстову, которая расскажет о дальнейшем его развитии. Лен, подключайся. Мне кажется, я подключилась. Как меня слышно, коллеги, поставьте традиционно свои десяточки. О, отлично, отлично, вижу, спасибо, время ничего не занимаю. Действительно, проект «Кураж от продаж» имеет свое начало и свое конец. Иначе это был бы не проект, а целое движение. Да, мы его заявляли как проект. Проект «Кураж от продаж» состоял из трех модулей. Первый модуль был стартовый, второй – базовый, и третий, который вот сейчас подходит к завершению. Итоговый модуль по работе с сопровождением клиента. Проект проходил и проходит сейчас на площадке «Телеграма» с одноименным названием «Кураж от продаж». Кто еще не знает. Проект открытый, безоплатный, можно зайти всем. Что мы предполагали, когда мы, это организаторы, когда вас приглашали в этот проект? Мы предполагали создать тусовку, чтобы все-все начали писать свои отзывы. Сделал что-то, поделился, получил новую тему, написал свой скрипт, свой текст, свой сценарий разговора. И таким образом был бы создан движуха, извините за выражение, «Кураж такой». И наши бы люди, с вами наши продавцы начинающие, обогатились бы друг от друга вот этими фразами. Но сегодня я уже могу признать, что создать вот эту движуху не получилось. Но наблюдателей очень много, больше тысячи человек, никто не выходил. Человек около 30-50 участвовали активно. Они перешли в отдельный чат для отработки навыков. И вот что мы сегодня имеем, подходя к концу? Мы имеем полную версию, как изучать продажи. То есть задача проекта была не научить, а показать путь. Показать путь, как изучать продажи, как залезть в продажи. Какие темы нужны, какие блоки важны. То есть показать общую картинку. И это нам удалось показать прям, я считаю, на 10 с плюсом. Мы это показали. Мы собрали, ну, прям такой ценный материал. Не надо нашим людям, нашим начинающим продавцам, нашим випам ходить в интернет. Мы же знаем, что стоит только зайти, в поисковик вбить фразу, и понеслось сразу. Туда отвлекся, сюда отвлекся. Так вот, здесь собрано, не надо отвлекаться. Здесь прям алгоритм, как продажи взять. Но нет только отработки навыка. И поэтому есть у нас в дальнейшем, у нас у организаторов пригласить. Быть может, это будет долгими зимними вечерами, я не знаю, после Нового года. Именно собрать группу на отработку. Ну уж, простите, сделаем ее с какой-то минимальным ходом оплаты. Потому что, как показал опыт, безоплатный проект, он не работает. Задание выполняется только, когда человек заплатил рублем. Третий модуль. Что вот буквально на этой неделе полностью разобрали клиентские чаты. Ну, только остались примеры. Прямо со всех сторон, как к него подойти, как к началу. Мы показали два хороших инструмента. Кстати, вчера я или позавчера показывала два инструмента. Чем отличается база клиентов и, собственно, карточка персональная клиента обслуживания. И как эти инструменты можно использовать в своей работе. Этим мы ставим, ну, не точку, а такое многоточие. То есть на этих темах мы завершаем третий модуль. Завершаем его с призывом вас зайти, прочитать и заполнить анкеты, опросы, которые мы завтра выложим, опросы, с тем, что мы предполагаем, насколько у вас есть интерес в дальнейшем. У меня, как вот вдохновителя этого проекта, конечно, вот я очень довольна тем, что получилось, какой опыт мы приобрели, какие компетенции приобрели. И идеи идут, кто меня знает, я не могу вот без проектов. И сегодня у меня уже идеи по проекту рекрутинга, как его сделать. Следите за анонсами, включайтесь, буду благодарна за совместную работу в следующих будущих проектах. А вот здесь, где многоточие, чем мы закончим? Мы предлагаем вам зайти в проект на прямой эфир 4 декабря, это понедельник, в 14 по Москве. Заходите, мы зафиналим прямым эфиром вот эту часть проекта. Канал остается жить. В канале можно дальше изучать информацию, можно писать комментарии. Мы хотим, чтобы он оставался живым, и все интересные, какие будем встречать, инсайты, идеи, мы будем вам публиковать все, что касается продаж. То есть пусть пока еще канал у нас будет жить, и не потерять, чтобы эту тему и довести ее до конца. Все-таки, наверное, мы вернемся с вами в ближайшее будущее именно к практике отработки навыков продаж. Я вот сейчас слушала и видела, сколько у нас випов, и понимаю, ну випам, конечно, не интересны продажи, но вип – это тот, кто сам делает. А вот как повторить этого, кто сам делает? Как научить, как замотивировать человека с 15 баллов делать 50? Вот это только навык, это только отработка, вот знаний – это точно мало. А отработать можно только в большой команде, когда мы берем друг от друга синергию. Поэтому, как только услышите на канале, увидите, заходите хоть изредка, хоть там раз в 3-5 дней, и как только увидите там анонс практической части куража, чтобы все-таки сделать этот кураж. Но сейчас у нас получилась теория. Ну и понятно, почему, потому что мы все трое, мы педагоги, педагоги, методисты с большим стажем, и нам это легко дается. Поэтому следите за продолжением, за второй частью, мы здесь ставим многоточие, и в будущем желание есть. В будущем есть отсюда опыт, как сделать по-другому проект по рекрутингам. На прямой эфир в понедельник жду вас всех, друзья мои. И хочу передать слово своему партнеру, она же мой наставник в бизнесе, знакомая вам всем, член лиги региональной, это Ольга Мурзина. Пусть она расскажет про проекты своим, ну, понятным языком, про инструменты, которые дал нам этот проект. Про премиальный пакет, ну, мы о нем уже говорили, он есть. И самое важное, конспект проекта Курашет Продаж. Конспект, где включается пошагово весь алгоритм тем, которые мы давали. Оля, пожалуйста, подключись, и так как ты умеешь, я не умею. Расскажи про инструменты, которые мы сделали. Здравствуйте, коллеги, слышно ли меня? Плюсики быстренько поставьте. Много не... Спасибо, Лена, не заберу вашего времени. Много слышно меня, да? Отлично, отлично. Слушайте, ну, почти два месяца нашей работы, наших там споров, наших там обсуждений, наших творческих порывов какие-то завершаются. Но ты уж, Лена, так быстро-то не прощайся, мы еще до понедельника там какие-то классные вещи тоже будем выкладывать, поэтому вы так быстро не покидайте. Что хочу сказать? Тема продаж, она сама по себе такая, знаете, вроде бы избитая, но с другой стороны, заглянуть туда, в этот сундук, мне у каждого находится время, я даже сама, готовясь к этим темам, обсуждая их с коллегами и партнерами, тоже думала о том, что как много чего я там уже подзабыла, да, оказывается. Чего уж говорить о тех людях, кто только подключился, кто вообще говорит о теории. Я вообще люблю технологии, технологии, они нам помогают, не затрачивая большое количество усилий каждый раз, понимая, как это работает, собственно говоря, делать хорошие результаты. И я вас приглашаю на прямой эфир на наш, вот повторюсь, на наш канал в понедельник. Почему? Потому что там я расскажу как раз о том, как вот технологии работают. Есть очень хорошие у меня как бы примеры этого, и я расскажу о ценности вот этого всего. Почему это важно? Потому что, знаете, любой инструмент, который мы бы не получили, если мы считаем, ну, что тут такого новенького, да, чего там такого, вроде все понятно, и не видим в этом ценности, да, достаточной ценности, он просто будет лежать и пылиться, как очередной какой-то инструмент, да. Поэтому, чтобы так не произошло, и вы могли максимально использовать все, что мы для вас сделали, а это, повторюсь, это вообще-то более 35 всяких тем, которые мы подавали эксклюзивно, чтобы вы понимали, это каждый раз написание поста, практически каждый пост, он был эксклюзивным. Почему? Потому что подача темы через призму своего восприятия, через призму опыта, через призму того, как мы это видим, вот, это тоже был определенный такой опыт и тренинг, ну, попробуйте взять на себя, допустим, два месяца и пописать там посты по определенной теме, да еще договариваясь с коллегами, чтобы это было все в одном ключе, это прям классный опыт такой был. Поэтому этот эксклюзивный конспект, который мы тоже вам можем предложить, он вам, ну, я считаю, что это прям хорошая основа для того, чтобы школа, любая там школа для продаж, ну, то есть мы могли понимать, делая школу для продаж, какие туда можно, по продажам, вернее, какие туда можно внести темы. Вот, и это хороший такой инструмент, применимый, кстати, вот именно к Фаберлик, потому что чего бы мы там не искали в интернете, там вылезает все, что угодно, но к сетевому это зачастую очень мало применимо, а к Фаберлик тем более. Вот, это про конспект проекта, там будет тоже все круто, кто захочет, может его тоже будет для себя отдельно приобрести. И я хотела бы сказать, что, повторюсь, это действительно эксклюзивный контент от лидеров, потому что это преломление нашего опыта, наших технологий. Там еще, помимо всего прочего, будет пять таблиц очень рабочих. Вот премиальный контент будет как раз себя включать, пять таблиц, там девять чек-листов, и масса скрипты, вшитые в эти чек-листы по каким-то темам. Поэтому здесь, ну, можно сказать, что вы возьмете такой инструмент, который вам ляжет в основу вашей работы с продажами. И у нас осталось всего четыре дня, по сути дела, больших рабочих, но в 14 по Москве в понедельник, где мы расскажем более подробно про премиум контент, конечно же, и еще, конечно, приготовим для вас сюрпризы, мы же так спокойно не можем, как бы, поэтому что там еще у нас до понедельника родится в наших творческих головах, я пока даже не могу предсказать, вот. Ну, а вот ждем вас, коллеги, приходите поставить такую точку в одном из многоточий, да, и посмотрим, что будет дальше. И в понедельник, действительно, я расскажу вам, ну, подытожим, и я расскажу о пользе технологий, о том, как вы можете ими пользоваться. Большое спасибо за внимание, в 14 по Москве в понедельник, будем счастливы и рады увидеть вас на прямом эфире, и, в общем, готовьте ваши вопросы, если они у вас будут. Все, хорошего дня, спасибо большое за предоставленную возможность. Спасибо огромное за кураж от продаж, ну, а мы с вами переходим дальше, и, конечно же, хочется рассказать о прошедших событиях, которые у нас прошли, прям каскадом прошли конференции, красивые, яркие, ну, прям такие классные конференции, ну, и давайте посмотрим, как это было, да, и начинаем мы с Кемерово. Давайте сейчас покажем, как это было в Кемерово. Внимание на экран. Уже по традиции конференция в Кемерово началась с площадок, на которых была представлена продукция Фоберлик. Декоративная косметика, парфюм, новая посуда, товары для здоровья и, конечно, наши флагманские молекулярные БАДы. Ведущие поздравили всех лидеров и консультантов Фоберлик с днем рождения компании, ведь нам 26 лет, и нам есть чем гордиться. Ведь компания приготовила для нас новинки в разных категориях. Не только уход за кожей, но и все для новогоднего макияжа. Мы поздравили новые статусы и особое внимание, конечно, нашему новому рубиновому директору Татьяне Мещеряковой. Браво Татьяне и ее огромной команде. Наградили лучших в номинациях по бизнес-показателям за прошедший год. Разыграли подарки из новинок продукции. Рассказали о проекте «Друг из приюта» в Кемеровской области. Услышали непридуманную и трогательную историю Светланы Нарольской. А в перерыве пели, танцевали и, конечно, перекусили. А потом продолжили конференцию и поговорили о здоровье, парфюме, новой корейской серии, подробно о программе «Драйв». И особо почествовали наших вип-консультантов. И, конечно, в завершении все вместе спели наш новый гимн «Соберлик» и с удовольствием съели праздничный торт. С днем рождения, любимая компания! Вот так прошло событие в Кемерово. Ну, а на следующий день, это было 18 ноября, а 19-го сразу было два события. В Барнауле, Алтайский край, и в Новосибирске. Вот, прошло везде шикарно, везде волшебно. Ну, давайте посмотрим Барнаул. Внимание на экран. Спасибо, Фаберлик, за радость и мечту, за крылья, за спиной у тех, кто с тобой. Ты даришь всем уют, здоровье, красоту, Нам освещаешь мир путеводной звездой. Фаберлик, ты наша надежда, Фаберлик, ты наша любовь. Фаберлик, с тобой мы успешны, Фаберлик, основа основ. Что ждет нас впереди? Конечно же успех. Мы счастье своего с тобой, кузнецы. Команда Фаберлик, всегда ты лучше всех. Мы лидеры, творцы, мудрецы, молодцы. Фаберлик, ты наша надежда, Фаберлик, ты наша любовь. Фаберлик, с тобой мы успешны, Фаберлик, основа основ. Друзья, ну вот так прошло в Барнауле. И вот эта песня какая-то просто неимоверная. Мне очень-очень понравилось. Спасибо вам, друзья, еще за это открытие. Ну а мы переходим к Новосибирску 19 ноября. И давайте посмотрим, как это было в Новосибирске. Да, вот про эти буквы Марин говорила как раз Евгения. Буквы просто потрясающие. Их сделала Татьяна Шкурихина. Сама вот эти вот вип-зоны. Это просто огонь. Такие вот у нас творческие есть лидеры. Ну а мы идем дальше. И сейчас покажем, как это было в Новосибирске. Внимание на экран. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот как бы мы не любили онлайн, оффлайн. Это всегда круче, это всегда трогательно, это всегда встреча с друзьями, обнимашки и вот эти невероятные эмоции. Друзья, еще знаете, займу буквально немного вашего времени, потому что я знаю, что у нас еще будут дальше продолжаться конференции и хочу рассказать об одной очень важной фишечке, которая у нас случилась таким инсайтом именно в Новосибирске. Абсолютно все спикеры, которые давали продукты, продали свою тему вот на 200%. Да, я помню, когда мы все уже обсуждали после мероприятия, помню, Лена Московка сказала, девчонке в зале было шумно. А знаете, почему было шумно в зале? Когда выступали спикеры? Все активно выбивали продукт, активно, потому что каждый спикер продал так свою тему и свой продукт, что его выбивали сразу же. Покупали палетку для теней, покупали детскую серию, покупали вообще все, бады. Если мы продавали бады, то это были бады, выбивали тут же, да, продавали вот все, уходовую серию, вот все, что было, покупали тут же. И я думаю, что однозначно, что касается конференции Новосибирска, все люди ушли с заказами и минимум 50 баллов в тот день они, наверное, сделали, это точно. И те, ребята, те, кто будет, ну, уже сейчас в активной подготовке идет к своим следующим конференциям, возьмите это себе на заметку, да, чтобы спикеры, правда, продали продукт так вкусно, да, как вы только умеете это делать. Потому что, ну, правда, да, у нас и акцент вдохновлять, да, люди, которые вдохновляют, это раз, и, безусловно, акцент на наших стубальников, на нашу программу Drive. Потому что, чем больше мы продадим тут и сейчас, тем, ну, сильнее будет наш результат. Но это касается не только продукта, это касается и бизнеса в том числе. Вот. Ну, безусловно, все молодцы, все крутые молодцы. Вот. А я думаю, что дальше будет еще лучше. Это однозначно. Ну, и мы переходим дальше. Жень, передаю тебе слово. Да, спасибо огромное. Мария, слушаю я сейчас. И, ну, вот тоже хочется сказать пару слов. Друзья, да, коллеги, у нас мероприятие, наши события, это, конечно, в первую очередь инструмент для роста наших команд, естественно, для мотивации. И поэтому, конечно, события – это всегда возможность. И сколько раз мы уже убеждались в том, что после событий и на событиях растут новые лидеры, приходят новые покупатели. В общем-то, все те цели, которые ставят перед собой организаторы, готовя, да, то или иное событие, они абсолютно вот просто с какой-то космической точностью они достигаются. События – это классный инструмент развития бизнеса. И сейчас я, наверное, обращаюсь в первую очередь к тем городам, большим городам, регионам, кто почему-то этот важный инструмент упускает из виду. И пропускают события, не готовят события. И, конечно же, мотивации самой команды лидеров в том числе, потому что организация любого события – это всегда очень классное такое объединение, тимбилдинг. Это вообще настолько мощный инструмент для сетевого бизнеса, поэтому вспомните об этом, друзья, и обязательно готовьте события. У нас в этом году даже маленькие села начали проводить. И я, наверное, сейчас с них и начну, и, собственно говоря, вот прям в дополнение к тому, что сказала Мария. Да, это площадка, это платформа для продажи бизнеса, продажи продукта. И вот, например, очень здорово позиционировать бизнес в Фаберлик получилось в селе Ивановка, Амурской области. И по итогам уже этого события новые статусы по ступеням маркетинг-плана в команде Анжелики Баранник появились. Я сейчас тоже включу ролик, тоже расскажу о нескольких событиях Дальневосточного региона. Так, прошу прощения. И включу ролик, мы посмотрим немножечко часть из этого ролика Ивановки. Мы в потоке ярких событий, мы на драйве, нас ждут пиражи. Если мы зажигаем звезды, значит звезды кому-то нужны. Поберлик этот целый космос, мы разделим с тобой мечту. Ты уже не напрасно прожил, если смог вдохновить звезду. Сделай шаг, сделай вдох, сможешь ты, ведь кто-то смог. Лишь один секретный код, поднимайся и вперед. Степ-бай-степ, бьет жест, слышим мы из разных мест. Вот тебе моя ладонь, где горит любви огонь. Вот такое событие, да, можно организовать и в селе, да, и пригласить консультантов из разных команд, из разных структур. И, конечно, сделать это так, что действительно в твоей команде потом начинают расти новые лидеры. Это дорогого стоит. Поэтому Анжелике, конечно, большой респект за то, что не побоялась, организовала. И также у нас тоже вот село Черниговка Приморского края тоже провели интересное событие. Ну, даже у нас есть пост во Вконтакте об этом событии. Оно, наверное, вообще как-то не похоже на все остальное, потому что тут приоритетным Людмила Филоненко. Она взяла для себя не столько продукцию Поберлик, сколько миссию, ценности, социальные проекты. И вообще, в принципе, идею такую для разговора со своими гостями конкретно о том, что значит в этом мире, в текущей ситуации, да, во всех предлагаемых обстоятельствах, в которых мы с вами живем, что значит быть покупателем российской компании Фоберлик. Как это влияет на экономику страны в целом, как это влияет на развитие страны в целом. Такие какие-то глобальные темы, когда Людмила прислала афишу мне, я говорю, ой, ничего себе, мил, говорю, ты, конечно, смелая женщина, вот. Говорю, думаешь, соберешь? Она говорит, да, конечно, я хочу собрать людей именно на это. И к ней пришло большое количество людей. Она сказала, что мероприятие состоится, даже если будет один человек. Вот, она говорит, мне есть о чем с ним поговорить. Но пришли люди, причем из разных сфер бизнеса, и состоялся совершенно потрясающий разговор. И я сейчас тоже, ну, пока рассказываю, фоном включу ее ролик. Буквально одну секундочку. Так, запускаю, да, ее ролик. И, ну, пока он идет, тоже хочу обратить внимание на то, что она пригласила дизайнеров. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, все понятно, да. Я просто скажу два слова еще раз, что Людмила, она пригласила, привлекла к подготовке на свои мероприятия, да, пригласила дизайнера, которая помогла ей к галерею продукции «Фоберлик», которая была, ну, выставлена для гостей. Они перед началом мероприятия смотрели, как это мы любим. Сделали с такими нюансами интересными, да, ну, действительно, с дизайнерским подходом. Вся продукция была презентована очень красиво и достойно. Друзья, эти ролики все есть у нас во Вконтакте, на Ютубе, поэтому заходите, смотрите, кому интересно, берите идеи. Можно взять прям вот готовый дизайн, да, у Людмилы и уже на свои мероприятия не привлекать дизайнеров. Вот, далее, друзья, далее у нас состоялось мероприятие в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Ну, давайте начнем с Комсомольска. Я тоже включу сейчас небольшой репортаж. Комсомольск-на-Амуре 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 Комсомольс-на-Амуре Комсомольс-на-Амуре Друзья, вот такие красивые события, вот такие стильные, модные, позиционирующие нашу компанию действительно самым достойным образом и бизнес нашей компании в том числе. Поэтому подключайтесь, кто еще для себя не планировал эти события, пусть это будет не осеннее, а зимнее, но это действительно очень важно делать, потому что действительно важная часть нашего бизнеса и такой хороший трамплин для роста команд. Классно, когда лидер работает со своей командой, когда он многое дает, когда он высокопрофессиональный, но вы только представьте, когда вы приводите свою команду, своих консультантов, своих покупателей, кстати, тоже у нас, например, много незарегистрированных покупателей, которые потом зарегистрировались, и когда они приходят на такое событие, они получают еще больше эмоций и видят масштаб компании, потому что масштаб компании можно увидеть только на событиях. Ну, это еще и отдельная история, почему стоит планировать путешествия в Москву всегда со своими командами. Друзья, радует, что у нас запланированы еще предстоящие события. Давайте, конечно же, сейчас поспешим на них посмотреть, и очень радостно, да, что есть и в Сибири, и на Дальнем Востоке, и кто еще не успел, может подключиться. Ну, если есть, конечно, билеты в наличии, потому что уже не факт. Мария, у вас есть в Томске возможность приобрести билетик? Расскажите. О, это надо у Светланы узнавать, Сергея. А вот ее как раз телефончик на слайде, можно позвонить и узнать. Ну, да-да. Да, я точно знаю, что есть билеты в Улан-Удэ, готовится шикарное мероприятие с игрой, и, кстати, тоже в таком игровом стиле, интересном, динамичном, классном и, ну, очень стильном готовится мероприятие в городе Иркутске. На это брошены, не побоюсь этого слова, лучшие силы лидерские, вот, поэтому мероприятия, конечно, обещают быть шикарными, сильными, мотивационными, безусловно, рассчитанными на бизнес, и, конечно, стоит на них побывать. Я приглашаю действительно всех. Ну, не уверена, конечно, в наличии билетов в Иркутске, но в любом случае сейчас вы видите номера телефонов на слайде, кому можно позвонить и узнать по наличию билетов. Итак, мы заканчиваем практически наш вебинар, друзья, всем огромное спасибо самым стойким, кто с нами до конца, да, и буквально парочку слов о том, что учиться, учиться и еще раз учиться, потому что, конечно, без такого развития, без движения, без каких-то новых идей для роста, без новых навыков, вообще каких-то фишек, которые мы узнаем, даже если, казалось бы, мы и так все знаем, ну, не будет, наверное, развития в бизнесе. Поэтому я хочу напомнить, мы давно не напоминали вам про нашу возможность, да, приобрести обучение по колесу бизнес-баланса. Сейчас конец года, пожалуй, самое актуальное время, конец года и начало года, это всегда такое время, когда нужно начинать что-то новое, да, подводить какие-то итоги, строить планы и, безусловно, делать какие-то новые шаги в собственном развитии, ну, и в развитии своей команды в том числе. Вот это как раз-таки обучение колесо бизнес-баланса. Мне так нравится, когда в последнее время все чаще я слышу, как наши лидеры очень высокого уровня ссылаются на те видеоуроки, которые записаны именно в рамках обучения колесо бизнес-баланса. То есть они к ним возвращаются, они на них ссылаются, они берут оттуда очень много идей, фишек и тем, которые можно использовать в своей работе. Поэтому, друзья, и дарите, конечно, своим командам. Так, Даль, слышно меня, друзья? Слышно меня? Что-то у меня, по-моему, скачет связь. Далее мы с вами, да, отлично, спасибо, благодарю, Наталья, говорим о том, что у нас есть продуктовое обучение по БАДам, да, по Wellness. У нас, и опять же, возвращаясь, да, конец года, начало года, самое хорошее время для того, чтобы уделить внимание здоровью. И поэтому это хорошая тема, с которой можно выйти к своим покупателям. Но прежде чем к нему выйти, да, к своим покупателям, нужно, конечно, в этой теме очень хорошо разбираться. Поэтому, друзья, обязательно используйте. Спасибо большое за поддержку в чате, кто действительно уже знаком с этими обучениями. Они, правда, очень крутые. Это, правда, очень большая мощь. И я думаю, что действительно очень много полезного вы можете для себя подчеркнуть. Далее. Наша Академия. Наша Академия, друзья, Академия это вообще, это просто, не знаю, кладезь всего. И это абсолютно бесплатная история. Ну, правда, единственное, да, вот как сказали спикеры сегодня на нашем вебинаре, что, к великому сожалению, почему-то так получается, что когда что-то бесплатное, относишься к этому, наверное, как-то не совсем серьезно, что ли. Но на самом деле я хочу сказать, что то обучение, которое дается Академии Фуберлик, вот вы представьте, что ценность его просто колоссальная. Это, ну, правда, такие вещи нынче на рынке. Обучение и тренингов стоят колоссальных денег. Для нас есть такая возможность, для наших консультантов. Не забывайте о них. Обучение в разделе партнерства. Тоже обращайтесь туда, и продуктовое обучение, и, конечно, там же у нас находятся шикарные презентации, к которым можно обратиться, и достойным, красивым образом, и в пунктах выдачи, и в частной работе с консультантами, с покупателями рассказывать о наших линейках продукции. Ну, и, собственно говоря, все. Жду, когда перелеснется следующий слайд, а его-то и нет, друзья, мы с вами закончили. Мы большие молодцы. Я вас всех благодарю от души и желаю, конечно, шикарных результатов, пусть и в такой непростой, но очень активный период, вот, потому что, действительно, впереди у нас такой самый долгожданный, сказочный праздник. Ставьте цели, поскольку время действительно сейчас очень волшебное. Загадывайте желания вместе с командами, готовьте события, радуйте всех покупателей, всех, кто рядом с вами. Друзья, огромное спасибо, и до новых встреч. Да, друзья, спасибо за сегодняшний вебинар, правда, успехов вам в этом просто моментальном каталоге в 17-м, он очень быстрый, двухнедельный, вот, поэтому желаем вам все успеть за эти две недели. Кто начинает открывать статус, его также продолжать держать, вот, кому-то выйти на новую ступеньку. Огромное количество вип-консультантов в ваших структурах, ну и, конечно же, прекрасного настроения. Все, до новых встреч, друзья. Пока-пока.